Петарды, которую могут оставить хабаровчан без рук. Испытания пиротехники из городских магазинов начали проводить пожарные инспекторы. Такие проверки проходят в специальной лаборатории перед каждым Новым годом, естественно. Чем еще занимаются испытатели, увидел Даниил Маевский. Каждый год в преддверии 31 декабря мы с операторами ходим, нет, не в баню, а в испытательно пожарную лабораторию МЧС. Здесь нам показывают различные оборудования, пожарные сигнализации и также, как обращаться с пиротехникой. Сегодня здесь студенты ДВ ГУПСа, которые в будущем, возможно, свяжут свою будущую профессию именно с этим направлением. Пламя у нас воздействует. Мы засекаем время и смотрим, за какое время загорится образец. А зачем большой огонек? Большой огонек – это вспомогательная горелка, чтобы не потух маленький. Вот, все потухло. Быстро все делаете. Какой линолеум? Хорошего не было в магазине? Мы по магазинам не ходим, нам приносят. То есть это установка у нас для проверки горючести линолеума? Для проверки горючести, воспламеняемости строительных материалов. Какой линолеум все-таки самый лучший? Вот я смотрю, у вас здесь образцов-то много. Что можете сказать про них? Мы не можем рекламировать какой-то линолеум, но на моей практике был линолеум. Самый хороший – это импортный линолеум производства. Вы когда выбираете ремонт делать, вы основываетесь на своих знаниях? Нет, просто красивый линолеум положил. Здесь, в испытательно-пожарной лаборатории, сотрудники МЧС постоянно исследуют причины возгорания того или иного пожара. Характерным на пожаре это являются следы применения легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, то есть так называемых инициаторов горения. Так все ведь сгорело одно пепелище? Не может все сгореть. ИГ, так называемый. Он как работает? Он прокачивает воздух через индикаторные трубки. Вот пепелище, идут пары, и вы этот воздух прокачиваете? В институте это все немного скучно, теория одна, а здесь мы смотрим. Совершенно по-другому уже все воспринимается. Запомнила что-нибудь? Ну да, конечно. Что? Все запомнила. Ну это интересная специальность. Чем? Ну да, различные преследования пожара. Что там? Они врут. Специальность не очень интересная. Вот так. Самая зрелищная часть экскурсии – это правила обращения с пиротехникой. Сейчас подожгем фитиль и отходим на расстояние пяти метров. Почему в банке? Имитируем взрыв. То есть, что может случиться, если петарда примерно будет в руках у человека. Не слабый взрыв. А вы точно в обычном магазине это купили? Да, это в обычном магазине купили. Когда взорвется эта петарда, не дай бог руках. Да тут не только рука, тут и человека не останется. Ну, собственно говоря, да. Данил Маевский, Виктор Казаров. Большой город Лайф.